итак ребят наконец-то у меня что-то достойно выпало сегодня вот на монета лежит крупная итак ребят хочу вам немножко подсказать дать совет начинающим особенно касается это когда вы ходите вот по такому полю итак ребят всем привет сегодня я приехал на одну деревушку на свою старую могу даже сказать с уверенностью что это моя деревна тем что копаю здесь я практически изначально грубо говоря один всегда вот и считает моя деревня так что все кто приезжает сюда гости я доброжелательно всех принимаю приехал я один но здесь находится один камрад тоже приехал копает он до обеда снимать я его не буду потому что он не любитель видеосъемок видеокадров я его понимаю конечно вот и неприятно тем что он поделился здесь информации приехал на один разработанный шурф на шурфе была надпись выложена кирпичами надпись неприятная я возможно это запикаю но скажу надпись была написана кирпичом вот не знаю с чем это связано но так поступать нельзя ребята если вы начали шурфить фундамент вот и кто-то приехал за вами до шурфил нельзя все равно так поступать потому что это не частная собственность это ничью очень часто мои фундаменты продолжают я часто начинаю разрабатывать фундаменты вот и вот так вот поступать нельзя уважайте друг друга это как бы этикет вот и на фундаментов не хулиганить и не делайте все порядочное все нормально так что это моя просьба не обижайтесь если кто-то за вами конечно до шурфил вот и все же сейчас я продолжу тоже старый фундамент и этот же разработанный кем-то при помощи шурфа и при помощи щупа я проверю те места которые не тронуты и буду добивать те места так что сегодня буду шурфить именно за теми людьми кто халатно отнесся к этому же фундаменту не добил либо же засыпал не тронул те места где были принципе находки так что смотрим я думаю сегодня будет интересно мы копаем до обеда вдвоем а потом я буду один так что находки все вы сегодня увидите будут в основном да в основном будут советики но советики если вы знаете по прошлому видеосюжету хочу поправиться видеосюжет была на насчет одной копеечки 1925 года о поле в 10-15 метрах косули вылезла из кустов видно увидела меня услышала и через кусты в общем костян эту монету продал не за 45000 как я озвучил а за 115 сегодня он обратился сказал сань что я его продал за 115 так что продолжим начнем смотрим итак ребят находка находка советская 20 копеек 55 год вот такой вот кругляшок зачетный интересно то что практически первый сигнал из этого фундамента он кем-то уже разрабатывался ранее и вот практически верховое несколько штуков лопаты сделал и хороший сигнальчик зачет продолжаем итак очередной сигнал и снова это у нас двадцатка 20 копеек 1943 43 нет бы хотя ладно те говорить был бы 42 пятнашка лечь что-то в этом роде а так в целом нормально вторая двадцатка зачетная сохранчик бодрый почистится будет как новая я вас уверяю она будет шикарная очень очень шикарного сохрана классно 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 вот в таких хочу пушах ковыряемся здесь все фундаменты в таких иголках так что продолжаем итак ребята очередной сигнал и это у нас снова советик 10 копеек 36 штоль год но вот такой вот немножко грязный но почистится будет хотя не знаю может быть раковин какие-то будет потому что здесь ответе отслоение ну не знаю зима конечно показывает зимой я постоянно монеты чищу так что посмотрим поживем и увидим шурфим дальше фу пылища пересохла земля и абсолютно сухие такие вот монетки выпадают очередная двадцатка сорок шестого или сорок восьмого года ну радует то что крупничок вылазить крупничок у камрада мелочевка копеечки двушечки а у меня двадцатки зачет приятная находка забираем и так ребята очередная находка но уже зеленая какая-то не знаю камера передаст но такой едкий зеленый цвет у ней это двадцатка пятьдесят пятый или 56 вот такой монитос здесь прямо зелень какая через объектив я смотрю и и как-то не видно но своими глазами видишь такой зеленый такой кислотный цвет у ней но все равно приятно медно-никелевый хорошо монеты сохраняется и после чистки они шикарного вида ее практически никакая смесь никакая кислота практически не убивает забираем и так ребят сегодня хожу с новой лопатой тот фискарь у меня в конце копа не не покажу а может и покажу в каком виде она у меня превратилась так чему я вот такая вот пуля выглядела читана какая-то странная тонкая длинная но это пуля прошу отписаться кто знает что такое но это я не знаю очень тонкая впервые такую вижу вот и рядом с пулей выпал монитос это нас 10 копеек судя по размеру или пятнашка не знаю ничего не видно даже год сказать не могу но это советик что-то в квадрате вообще не определить не знаю не знаю сказать ничего не могу вот такие две находки оказались рядышком отрабатывает фискарь сегодня на славу монетки пока идут но посмотрим может быть сейчас переедем идем дальше итак ребятами переехали на другое местечко там где изначально копали что-то как-то нам не понравилось тем что одна советина выпадает как вы видели штук наверное 67 монет на советской эпохи все рамочники ничего интересного у камрада тоже советики но советики него мелкого размера копейки двушки а у меня двадцатки пятнашки вот так что переехали на другое место сегодня продолжим здесь наверное до конца посмотрим что у нас здесь будет тоже сейчас пробежались по верхам вот потому что здесь пасутся коровы и съели я всю травку походил пошибал ничего интересного не нашел вот и все таки сейчас наверное за шурфлюсь так что снова продолжаем шурфить и так ребят переехали мы вот на такой вот местечко здесь он такой большой был заложен свое время шурф там шурф здесь шурф и здесь там хочу сказать там был наш шурф здесь не знаю чей но я предполагаю это как раз те камрады которые здесь нашли саблю сабля была в шикарном сохране вот и хочу здесь вот снова пошукать потому что сами знаете шурф дело такое можно пропустить и щупом я прощупал вот он щуп стоит вот его здесь вот я так понимаю можно пошурфить потому что он уходит практически на полметра и сейчас я это все разобью и посмотрим что здесь у нас получится и так на новом месте находка у меня так вот она вот такой крестик ушко видно было утрачено и сделали в принципе аккуратную дырочку такой крест тонкий 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 крестик приятно по-видимому даже верховой был кто-то его выкопал потому что он прям был на поверхности прям здесь вот лежал так что идем дальше так ребят наконец-то меня что-то достойное выпало сегодня вот на монета лежит крупная это у нас трешечка прям суперский классный монитос зачетный даже чистить не надо на ростов гадости на ней нету приятно засыпка здесь очень хорошая вот так что посмотрим поживем увидим классный монитосик можно уже за это лайк поставить двадцать четвертый год три копейки приличная монета вот отсюда вот выковырял ладно идем дальше выскочил выскочил пятачок бодром таком с охранчики доезв нету тридцать второй год классный пятак класс такой вот чудесный пятачок сейчас посмотрим сколько на нас стоит редкий нет ладно продолжаем здесь как-то плохо шурфили еще одна монета тридцать второго года двушка принципе хорошая бодрая такой это монитос ссср камрад у меня перестал шурфить по ходу устал и ходит где-то там вот в низинке и так ребят еще одна монета судя по размеру это у нас двушка так двушка тридцать первый год такая вот чудесная правда на ней ужасный зеленый налет болячки черт возьми болячки это не налет это болячки ну после чистки язвы все равно будут на ней жалко не люблю я такие болячки когда на монете они очень плохо отстают ладно ладно продолжаем идти вдоль вот между прочим кто-то здесь шурфил и накидал сюда и я поглубже еще на штык лопаты выковыриваю это стена дома и я еще глубже лопатой выковыриваю все чтобы меня не вытащили стекло керамика темная светлая так что есть это все ну хотелось бы хорошую засыпку но здесь не особо хорошая приятная но ничего от имения лучшего приходится и так и так ребят хотел уже заканчивать свой видеокоп ехал я уже домой и сумму чуть попозже закончил но проезжал мимо одного поля и а вижу что она распахана и думаю дай-ка зайду потому что в том году если вы следите за моими видеосюжетами в тот год был шикарный на этом поле очень большое количество советов я собрал не одну сотню отсюда увез это я только лично познакомил я с этим местом еще несколько камрадов сюда они тоже приезжали в одиночку тоже собирали монеты здесь эпоха советская ранее позднее вот царизма здесь не было и все распахали за исключением здесь вот имеется такой небольшой оазис дымовые ямы есть я здесь не шурфлю потому что смысла шурф закладывать нету почему потому что здесь всего-навсего одно поколение было потеряшки если есть то очень очень мало вот и сейчас я на поле зайду посмотрю единственное что минус здесь грубая вспашка очень большие камни так что сейчас зайду и посмотрю верховое что-нибудь будет у нас что уже распахали или нет буду заканчивать если не получится и так ребят вот на это поле вспахана она грубовато но я вижу здесь уже кто-то побывал следы и ямка вот следы имеется значит кто-то вперед меня успел но все равно я не жалею что я сюда заехал смотрите что камушек звенел сквернул и тут монета монета грязная что это так старый герб будет у нас 20 копеек 20 копеек щитовик классно надеюсь какой-нибудь о какой сохран смотрите я упротер а сохран смотрите какой ух ух какой тридцать второй год зачет зачет приятно приятно вот еще смотрите слепочек остался здесь очень грубо все спахано камень хрен разломаешь в чат попытаюсь даже сломать их были не получается вот такой слепок зачет на зачет на классно первый сигнал первая находка двадцатка тридцать второго года приятно приятно идем дальше и так ребята очень крупные камни и я иду вот по накатанной такой фиговине от тракторных колес вот умели хорошо сопутка прям видно кругом везде вот такая вот керамика темная вот но с уверенностью могу сказать темная керамика царское время но я заблуждался эта деревня у нас абсолютно советская за все время здесь всего-навсего было поднята одна двадцатка серебряная это османистый царская вот и смотрите я ее не копал просто трактор выковырил солнышком и ветрами дождями омыло и вот она монетка оказалась наверху это нас 15 копеек с 45 года классная монета классная зачет до 45 год еще раз здесь пробежимся много времени занимать у меня не будет потому что но очень крупные камни очень крупные камни вот он какой-то здоровый монитосина смотрите какая ух какая вот такая хреновина выкинем ее за пределы чтобы нам не было соблазна в следующий раз копать потому что чернина иногда бьет в цветнину особенно когда круглые большие вещи за пределы весь мусор между прочим отсюда отсюда я собираю в карман и выкидываю в кусты чтобы следующий раз они мне не попадались ладно идем дальше итак ребят хочу вам немножко подсказать дать совет начинающим особенно касается это когда вы ходите вот по такому полю здесь определиться очень очень тяжело где можно найти монеты ходите и если у вас попадается большую обилие стекла камня кирпича колотого особенно мелкого это значит где-то здесь был дом и вам нужно более тщательно в этом месте походить вот стекло имеется камушки имеется вот черепица горшочки разбитые камни и вам здесь нужно как бы уже повнимательней находка была у меня вот такого характера я даже не знаю можно было сказать что это тяпка было но для тяпки она очень тяжелая вот здесь у нас что-то обломано вот это между прочим это кузня вот так что не знаю был бы в другом месте я бы сказал что это что-то древнее но здесь советское время и я уже задумался вот такая хреновина похоже на древнегреческий топор но вот такая поясните мне если кто знает кто встречал кто копал такие вещи так что давайте пишите идем дальше итак ребят только что буквально я произнес вам что когда встречается большое количество мусора стекло камни вот даже старая горлышко от бутылочки вот камень кирпичи вот и был сигнал и выпала монета двадцатка принципе хороший сохран 40 43 года ли 45 43 зачетная монета забираем идем дальше ребят вот у этих камушков поднял только что двадцатку шел шоу 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 и вот пришел что это старый герб 15 копеек щитовичок вот такой вот щитовик тридцать второй год недавно подумал 20 копеек тридцать второго года а это 15 копеек тоже тридцать второй сейчас немножко смочу и посмотрим такой же классный сохран или как или когда так фокус нет монетка затертая рабочего практически не видно но ничего пойдет пойдет монета найдено но все равно сейчас буду собираться буду ждать когда его распахают вернее про баран уют и суда наверное надо еще расходочку сделать ладно сейчас минут 15-20 посмотрю солнышко нас принципе еще позволяет покопать но завтра на работу надо собираться так что продолжим свой коп и так ребят хоть камеру не выключаем здесь сейчас только что была пятнашка и здесь был сигнал вот даже не поверил своим глазам так вот смотрите вот она смотрите опа на вот так вот лежит я ее не трогал еще вот такая монета так это нас золото партии душка сорок первого года офигеть вот такой монитос прям 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 вот здесь тут двадцатка тут пятнашка и тут двушка вот так вот мусор как я вам говорил мусор 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 жалко что здесь шифер ну ладно но главное здесь не особо встречаются водочные пробки но не классно классная здесь распашка если сигнал есть редко когда попадается что-то что-то хреновое идем дальше произнес я про хреновая вам и вот она хренатень это у нас свинцовая пуля да вот такую вот пули если заденет разнесет к чертовой матери до калибр здоровый офигеть свинцовая шукаем смотрим что здесь у нас еще порадует и так ребят сигналит вот этот камушек вот так визуально болят вот это что сигналила нет не это ну камушек сигнал сейчас я вам продемонстрирую где-то здесь более потерял что неудобно неудобно так где сигнал что-то вы здесь оттянет болен хреновина какая-то ладно бывает и на старуху проруха идем дальше итак ребят хороший бодрый сигнал был даже похоже было на медь но это у нас советик 5 копеек тридцать первый год один из самых распространенных годов так что ничего особенного пятак сохран нормальный на поле радует то что здесь монеты в очень хорошем сохране болячек яс на них нету приятно такие хорошего качества монеты подымать движусь уже к машине потому что еще домой ехать надо осталось немножко вот так проехать вернее прости и уже около машины вот но сейчас я здесь еще покружусь потому что здесь мусорные такой знаете культурный мусор камни стекла кирпич мелкий так что сейчас здесь пройдусь и буду закругляться итак ребят на этом я буду заканчивать свой коп именно обзором сейчас все покажу и расскажу в принципе ничего особенного советы 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 но иногда приятно хоть и советы попадаются скоро и этого не будет советы приятны тем что они иногда стоят довольно таки приятных денег очень душу радует когда у тебя редкая дорогая монета вот они стоят порядка даже лучше чем царские монеты так что любите копать советские монеты может быть на черный день пригодятся я монеты не продаю но на всякий случай может быть когда-нибудь что-нибудь плохое случится с нашим-то правительством но не будем в политику давайте лучше к находкам ну а по находкам получилось ребят вот так вот начну со шмурдяка две пули крестик крестик приятный в принципе зачетный рафин какой-то рафин святой рафин приятный крест это шурфа затем вот такое количество монет все советские единственное что радует есть некоторые экземпляры приятная трешка двадцать четвертого года пятачок тридцать первого с поля тридцать второго пятак шурфа затем двадцатка с поля двадцатка 55 шурфа 54 шурфа двадцатка какого-то года не знаю шурфа это у нас с поля это у нас шурфа пятнашка с поля пятнашка с поля это у нас пятнашка шурфа это у нас тоже монеты шурфа и вот это вот с поля остальные шурфа все что ценного я не знаю каталог я не открывал но в процессе просмотра видео я цены озвучивал я думаю что здесь нет ничего дорогостоящего все в пределе наверное 100 150 рублей так что так получилось давайте я сейчас с вами попрощаюсь на путствие сделаю и закончим и так ребят на этом я и закончу в принципе все банально как вы видели получилось сегодня шикарно повторюсь сегодня у нас было видео сюжет именно по шурфу я вам рассказал и показал тем что можно бить и кем-то взорванный шурф то есть мы сегодня проходили именно щупом прощупали те места где кто-то до нас начинал шурфить но не затронул те места то есть если шурф взорванный и взяли с собой щуп прощупали вокруг возможно где-то они не добили а также щупом нужно пробить именно саму дымовую яму там где они шурфили возможно они не докопали до маяка вот а щуп проваливается в этом месте значит есть еще как говорится вариант попробовать еще глубже шурфиться и возможно там находки вас тоже порадует вот такое у меня в принципе на опутствие не брезгуйте шурфить и за кем-то раненые ранее были начнутые шурфы они вас тоже иногда могут порадовать как сегодня меня порадовали в основном все мои находки подняты шурфа а домой ехал думаю дай заскочу посмотрю что на моем любимом поле делается здесь все грубо распахали находки радует то что некоторые были верховые даже если вы обратили внимание ждем немного похолоданий когда здесь разборонует и мы снова сюда вернемся будем собирать именно с полей возьмем с собой мощный прибор макро рейсер с большой катушкой сегодня с аськой с маленькой и все равно находки были так что вот так вот это здесь оазис за спиной у меня еще есть место дымовые ямы имеются я их не взрываю не трогаю потому что смысла нету мне достаточно поля если вдруг может быть на черный день когда-нибудь я это все таки место оставлю пошурфить но повторюсь еще раз такие шурфы я не люблю делать закладывать потому что всего-навсего здесь было одно поколение населения и потеряшек здесь будет мало да практически их и не будет вот так что шурфить я такие места не люблю вот так что и все всем пока удачи подписка лайк комментарий всем отвечаю без исключения подписка лайк